Всем привет, Саня Петрович. Обожаю бородинский хлеб, не поверите, особенно если он с чесноком. И не важно, сухарики это или же он просто. Но сейчас у меня его слишком много, поэтому я приготовлю его с чесноком, да, сухарики. Рецептов очень много, но я сделаю по-своему. Обычно я это делаю в духовке, но сейчас на сковородке. То есть, в принципе, берем бородинский хлеб. Нож я наточил. Резать вот так я не буду, я буду его именно таким вот образом резать. Есть, конечно, специальный нож у меня для нарезки хлеба, но это не тот случай. И перемещаю его. Сейчас я проделываю еще с остальным. Перемещаю его на разогретую сковородку. Получилась полная сковородка. Периодически я буду помешивать. Мне надо их только подсушить, чтобы из сухариков убралась излишняя влага. Да, к борщичку, к пенному, к супчику, к куриному бульончику. Да, любите же? Вкусно? Вкусно, я знаю, что вкусно. Все, ребят, пока наши сухарики приготовляются, я займусь приготовлением чеснока. Для начала я его, естественно, почищу. Чеснока много не бывает. Берем чеснокодавку. Брал я ее в свое время на Алиэкспресс за 250 рублей. Очень хорошее, мне очень нравится. Даем чесночок. Поставил сухарики на медленный огонь. Моя задача не высушить их до конца, чтобы полностью влага ушла. Чтобы они были немножко влажные. Потому что, когда они остынут, то они станут более твердые. Кстати, напишите в комментариях, как вы делаете сухарики. Именно конкретно бородинские я делаю так. Я люблю поострее, я люблю почесночнее. Поэтому чеснока у меня получилось, ну, как я хочу. Поэтому сейчас я еще раз мешаю сухарики. Пробую консистенцию. Они уже по звуку слышно, что они уже именно сухарики. Берем любой. Угу. Хватит, выключаю. Берем. Растрюлю. И перекладываем в наши сухарики. Беру соль. У меня морская. И выкладываю наш чеснок. Ребята, чеснок, еще раз повторяюсь, на вкус. Кому-то побольше, кому-то поменьше. Накрываю крышкой. И начинаю крести. Так соль и чеснок равномерно распределится по сухарикам. Тем более, пока они горячие, они быстрее в себя впитают вкус и аромат соли. Смотрим. Видите, чеснок перемешался немножечко плохо. Но аромат уже. Так, мешаем дальше. Если чеснок плохо размешивается, просто берем вилку. И просто распределяем. И потом так же мы его перемешаем. Такой стоит аромат. Пробуем на соль. Давайте берем любой. Я говорю, они остынут, они еще будут более хрустящие. Не хватает соли. Еще. Такое ощущение, что они остыть не успеют. Их с ним так. Берем любой. Пробуем на соль. Уважаем, лучше на эту соль еще. Мешаем. То есть сок, который именно в чесноке, он сейчас распределяется по нашим сухарикам. Если их накрыть, сейчас крышка, они будут париться. А нам надо, чтобы они подсохли. Пробуем на вкус. Берем любой. Давайте вот этот. Все, ребят. А соль умеренно? Не пересолено? Ну. Чуть подсохнет и готово. Под борщичок. Пеные. Хорошую киношку. Под креветочки. Зайдет прямо ура. Все, ребят, спасибо за внимание. Так что, возможно, я себе спокойноと思ила двух вещам. Убийство. Продолжение следует...